Восстановление разрушенной святыни – это и процесс становления, и укрепление веры в душах его участников. Церковь Николая Чудотворца на Сойкинском полуострове, некогда православная доминанта Балтики, возрождается совместными усилиями правительства Ленинградской области, насельников Александра Невской Лавры, членов Александра Невского Братства и небезучастных жителей Кингисепского района. На выставке, открывшейся в Свято-Духовском просветительском центре Лавры, представлен подробный фоторассказ о том, как из острого храма вновь вырастает Божий дом. Живописным центром экспозиции являются картины Валерия Ярыша. Художник своим творчеством участвует в едином деле воссоздания святыни. На выставку прибыла группа представителей Кингисепского района, на территории которого находится церковь. Как сказал директор Духовно-просветительского центра Святодуховский Иеромонах Серафим, такое общение поможет еще больше сблизиться всем, кто занят возрождением святыни. Сойкинский полуостров находится в отдалении от районного центра, и добраться до него не так просто. Поездка на пленэр художника из Кингисепа Валерия Ивановича Ярыша со своими юными учениками из случайности стала судьбой. Ребята за изображение этого храма получили первое место, что было очень приятно, что не зря мы туда сходили. Сойкинская святыня заняла свое место в сердце Валерия Ивановича. Он писал ее в разное время года, даже зимой, стоя в снегу на 25-градусном морозе, ведь у храма пока нет крыши. Владыка Назарий, когда увидел, и когда я сказал, что зиму писал, он говорит, постараемся, чтобы больше такого случая не было, что там снег, то есть должны восстановить. Художника Сергея Марковича Опуса вдохновила красота ландшафтов у подножия храма. На его картине деревья, что помнят историю Никольской церкви. Все корабли, которые шли, все проходили через колокольню, свет горел, и видно было всем кораблем проход. То есть это и как церковь, и как маяк существовал. То есть это самая высокая точка на том ландшафте. В рамках проекта Сойкинская святыня проводится серьезное историко-археологическое исследование. Безусловно, то, что Сойкинская святыня, как христианский центр, возникла на месте более древних языческих культов, культов населения местного финно-угорского происхождения, то есть воде и жоры, хотя и сама по себе по отношению к этим местам оно тоже являлось пришлым. Но уже для русского населения это уже было коренное население. В этом плане интересен сам Сойкинский полуостров и сама святыня как центр взаимодействия, межэтнического взаимодействия. Представленные фотографии рассказывают, как шаг за шагом идет восстановление храма. За каждой фотографией реальные люди, реальные события. В будущем это может стать богатым материалом по истории возрождения церкви и устройству здесь Никольского скита Александра Невской Лавры. Большинство фоторабот сделано насильником обители монахом Львом Чехириным.